Смотрите, за это время, за эти 15 лет, еще до 2000-го, ну берем хотя бы 15, сам вопрос, поменялось 5 президенту, поменялось 5 режиму, поменялось 5 систем, а 25-е, 43-е, сотка и все остальные 10 лагерей не меняются. А не тупо стоит такой, создана государством такая мясорубка, где привозят туда людей и что хочет с тобой сделать. Объясняю почему это так. Если произошла революция по нарушению прав человека, значит смотрите, вот мы на сегодняшний день не будем далеко брать, 4 года занимаемся этим вопросом. 4 года мы были в министерстве юстиции, мы были в департаменте, мы были в генеральной прокуратуре, вот тут объявляли полтора года назад голодовку, нас принял старожок, первый заместитель Столярчук, или старожок, или Столярчук, Столярчук, нас принял, хорошо, выслушал нас. Что вы хотите? Мы говорим, что у нас на сегодняшний день мы, люди, вам открыли концлагерь 1937 года. Вы понимаете, на сегодняшний, на сегодня 2010 год мы вам открываем концлагерь. Потому что такие пытки, как, допустим, человек приезжает туда, ему могут дубинку в задний проход засунуть, ему могут положить, забить в наручники и прыгает помощник администрации, то есть козел этот, прыгает на наручники, чтобы наручники врезались в тело аж до самой кости, то есть потом выковыривает. Они могут в смирительную рубашку человека одеть и закручивать до такой степени, и это все там на официозе происходит. То есть сидит первый заместитель, сидит врач, сидит 15 минут, 15 человек администрации и смотрит, как человек мучается. Потерял сознание, сразу раз подвели себя в наручники, на колени ставят, музыку рамштайм включают, то есть водой заливают, стран сбоя. Это все мы доводим, и это каждый готов дать показания, которые там был. Мы 4 года это все им доказываем, то есть мы открыли масштабное уничтожение людей, вы понимаете, что и прокуратура, и президент об этом знают. Почему они ничего не могут сделать? Объясняю почему. Потому что в Харьковской области есть 10 лагерей, 10 концлагерей, и в этих лагерях созданы помощники администрации. То есть это такая криминальная группировка, начинается она с тетушек своего рода, потому что если вот так посмотреть на колонию, человек 300 именно таких, которые работают, они делятся на 4 группировки. То есть одна группировка работает на начальника колонии, вторая работает на первого заместителя колонии, третья на начальника операции, четвертая на ОНБ. Вот они их спускают, как собак, то есть это если перенестись в 1937 год, это те же самые полицаи, то есть такие же самые осужденные, как ты, но они называются помощники администрации. То есть они делают всю черную работу, им дают зеленую и делайте что хотите. В чем заключается делайте что хотите? То есть если человек приезжает туда, в Киеве, вот тут, посмотрите, в Киеве беспредел не происходит, концлагеря тут нету, концлагерь происходит в Харькове, а корыто с деньгами находится тут в Киеве. И если взять, смотрите, допустим, есть у нас такой закон, у человека есть 8-часовый рабочий день, суббота, воскресенье выходной, и в конце месяца ему надо выдать минимальную зарплату, сколько он заработал. На сегодняшний день это 3200, если в колонии 1000 человек, это 3 миллиона государству выдает начальнику колонии, чтобы он выдал зарплаты, правильно? Теперь смотрите, как это происходит, вот когда человек приезжает, как со мной такое произошло, убили, прибили, в задний проход дубинку засунули, на колени поставили, обиженного петуха подвели, то есть я такое увидел, что такое быть, такого не может, я не поверил, ну ладно, я просидел там, ладно, я там видел эти лагеря, но если я оступился, я понес за это наказание, то есть я знаю, что есть такой закон, красть нельзя, воровать нельзя, угонять нельзя. Если попался, будешь сидеть, хорошо. И вот смотрите, для чего это происходит. Когда человек приезжает, он сразу попадает в такую мясорубку, то есть это такая мясорубка, здоровенная, как вот эти два дома, и туда вот эта вся Украина, верхушка, президент, генеральная прокуратура, Верховная Рада, премьер-министр, депутаты, то есть Министерство юстиции, вот эти все пихают туда людей, они их перемалывают, то есть человека со старта доводят до такого, допустим, как мне показали такое, что Я год там просидел, я только думал, чтобы меня, не то, чтобы там дубинку в жопу, дубинку в жопу это норма. Для них это ничего. Вы можете представить человеку нормальному дубинку в жопу? Это даже не нормальному, но за этим еще, за этим еще член стоит. И ты понимаете, когда уже дубинка, ладно, дубинка это так, вот так сидят, первый зам вызвал, включил рамштайн, слышишь, где-то там музыку перекрикивают, приходят, ляжки в крови, в дерьме, мне только что разорвали жопу. Тут родиже и нирвану, то есть ты понимаешь, что каждый четверг приходят новые прибывшие в зону, приходят, и если музыка включилась, это кто-то не согласен с тем, что они со старта человека как личность или вообще как человека стирают. Для чего? Для того, чтобы человек не думал, если на других лагерях присутствует закон, допустим, человек 8-часовый рабочий день, пошел на работу, отработал, пришел, суббота, воскресенье, выходной, теннис, футбол, баскетбол, как нормальные люди, мы тем более в Европу идем. Какой мы в Европу идем? Мы в петушатню идем. Я вам расскажу почему. И смотрите, человека доводят до такого, чтобы он ни о чем о другом не думал, чтобы только думал, что если там нет такого, там страх опережает мысли, потому что если ты только приехал в течение 15 минут, прошел вот эти 5-6 таких именно пыток, что ты не думаешь, где моя зарплата, ты думаешь, как бы тебя в гарем не загнали, как бы тебя, если вы меня понимаете, о чем я говорю, как бы в петушатню не попасть. Какие вопросы? И человек начинает, и с этого момента начинается по 18, по 19, по 20 часов рабочий день, в 2-3 смены, без выходных, без оттоварки, без ничего. Значит, получается так. Государство, это же все-таки государственный объект, государство выдает начальнику колонии 3 миллиона, чтобы ты раздал всем мужикам ихнюю зарплату. 3 миллиона на карман прилипли сразу. Он взял оттуда каких-то 10 тысяч, раздал своим козлам и закройте вопросы. А закрыть вопросы как? Это вот так собрали эти помощники администрации, 10 человек, вот этих гестапо все. Построили 100 человек, у кого же немае? Трусов немае, носков немае, так 20 трусов, 20 носков, 20 зубных паст. Пошли сами, купили, им раздали, 5 пачек сигарет и 100 грамм чая. Вот это месячная зарплата. Теперь представьте, сколько может человек сделать норму выработки за 8 часов, а сколько он может сделать за 18, за 20 часов без выходных, без зарплаты, без оттоварки и под такой палкой, то есть под такой палкой, что там есть 10, я там сидел с этим, я с этими пересекался людьми, с людьми пересекался, которые, допустим, он говорит, если я не выполнил норму, если я не выполнил норму, вот эти помощники администрации мне вешали, вот сюда вот такой рюкзак спереди и сзади, засыпали камнями и песком, камнями, нема разницы. И пока все мужики работают, он вот об метров 30 по цеху целый день бегает. Туда-сюда, туда-сюда. Это чтобы видели все остальные, что если ты не сделаешь норму, то что с тобой будет? И теперь, смотрите, вот эти тысячи человек попадает в личное рабство начальника колонии. Таких лагерей 10. Вот можете представить, что, допустим, за 8 часов сколько человек сделает, а сколько за 18, за 20 человек сделает? Какую норму он сделает? И теперь, смотрите, получается хотя бы приблизительно миллион, а там где-то в месяц миллионов 10 начальник колонии зарабатывает себе денег. И таких командировок в Харькове 10. И вот так взять миллион с одной зоны, миллион с другой зоны, миллион с третьей зоны, и это будет 10 миллионов. И начальник управы Харьковской барыш приехал сюда в Киев, начальнику департамента положил 10 миллионов и говорит, ну, если там будет какая-то жалоба, вы поняли, надо приехать, сделать вид, что вы приехали, отреагировали и все, и все в доле. Потому что я когда там был, приезжали от Лутковской люди. Вот мы приехали, и заходит, интересуется. Мы приехали от Лутковской по правам человека. Я говорю, что вы хотите узнать? Ну, бьют, не бьют, есть беспредел или не мать? Я говорю, мало того. Если мы сейчас вам дадим информацию, что тут с нами было, что тут с людьми произошло, как их побили, как их изнасиловали, вы возьмете на себя ответственность, чтобы с нами ничего не произойдет. Они убежали. Почему они убежали? Потому что они не могут ничего сделать. Вот так же самое сегодня мы пришли, вот это полтора года, объявляли голодовку. То есть мы понимаем, что вот эта вся верхушка вдоль, они не могут посадить того начальника управы, они не могут посадить этого, потому что они вначале им сказали, делайте, что хотите, самое главное, чтобы тут в Киеве карета была забита деньгами. Забито еще. Вот. И такая ситуация еще была, допустим, когда мы начали против, то есть выступать. И вот, смотрите, на сегодняшний день, и вот, смотрите, на сегодняшний день он не может ничего сделать. Смотри, на твоих глазах убьют твоих родителей, а потом убьют тебя. И вот, смотрите, на сегодняшний день, полтора года назад, мы пришли сюда, объявили голодовку, нас принял первый заместитель. Да? Да ты что, мы об этом и не знали. А ты что, какие красавцы? Мы об этом даже не знали. Берут при нас, вносят в реестр возбуждение уголовного дела на Хирнова, на Попова, на Ольховской. Это самые такие мясники, это что, Берия, хуже Берии, то есть, сколько на них крови, то есть. Но они до сих пор работают, то есть. И мы вот смотрели полтора года, что произойдет. На сегодняшний день не произошло ничего. Я набираю следователя, я с ним на связи, говорю, что там это, есть человек, которому поломали судьбу, хочет дать показания. А я же не веду дело, оно в Харькове. Набираю в Харькове следователя, а мне никто ничего не давал. То есть, дело немое. Потом, надо экспертизу провести. Ну, вы понимаете, в Киеве бесплатную экспертизу не делают, надо ехать. То есть, нас пихают в Харьков. Мы только тут, только акции устраивали, чтобы все происходило, следствие в Киеве, на нейтральной стороне, потому что туда никто не поедет. Ну, вот там... Ну, не только по Харькову. В Киеве такие же пути происходят, и не против тех, даже кто в СИЗО сидит. Ну, не, расскажи, да. Смотрите, вот сейчас расскажете, что про это самое? Мы тут заняли сейчас это? Ты расскажешь, пожалуйста. Вот, я просто продолжу. Правильно, парень сказал, что... Заход звичайных людей, Дмитрий Павловиченко. Правильно, парень сказал, что мы давно этот вопрос поднимаем, однако его всячески прикрывают. Почему? Потому что в правом поле, как вы сами знаете, есть процедура. Процедура заключается в том, что надо собрать належные доказы. Але, когда мы приступаем к сбору доказов, заключается репрессивный механизм. То есть, всех свидетельств, которые знают, что могут что-то объяснить, начинается тема переслідувательства. И с этого привода, очень много людей отмечается от своих попередных доказов. Но есть очень кричущие факты, которые открыто вообще невозможно. И сейчас работники профессиональной службы, в том числе СИЗО, которые начальника СИЗО, Кмельницкого, они продолжают работать. Вот я вам покажу зараз цю картинку. Це було бута Андрея Данилюка. Андрея Данилюка. Ему было нанесено 18 ударов молотком по голове. То есть, вы видите, что это не просто убийство какое-то, это какой-то звер. Это стало Хмельницким СИЗО в прошлом году. Мы подняли эту тему, этот вопрос. Нам обещали, что возбудят уголовное дело. К этому, как мы выяснили, причастны три работника СИЗО. Завыкавлись от у вас. Хмельницкого СИЗО. Однако, прошло немножко времени, и как бы это все успокоилось, и как бы все снова застопорилось. Несмотря на то, что вы видите, Джека не просто убили, видите, прямо ему по лицу, по голове наносили молотком по голове. Это, по-вашему, европейские нормы? Так обращаться? Он даже был еще не осужден. Поэтому я, в двух словах, хочу сказать, что мы обязаны сделать все, чтобы остановить этот беспредел и привлечь, а как остановить? Можно только привлечь этих неходяев уголовной бесконечности и отправить туда, там, где они должны находиться. Хочу передать слово. Никого не по коралу, да? Никого не по коралу, да, совершенно. Хочу передать слово. Повысили в росте. Меня зовут Горанин Владислав, псевдо-атошный город. Собственно, мы начинали свою деятельность еще, группа инициативная, с борьбы с наркокоррупцией и с игровыми притонами, с торговлей людьми и детьми еще с 2012 года. И вопрос же, вот товарищ, который выступал перед Димой Павличенко, он сказал о том, прости, не знаю, как зовут, Николай. Вопрос же не только стоит о тех, он сказал, да, вот оступился там и так далее. Вопрос стоит не только о тех, кто оступился, а о тех, кто незаконно задержан. Пытают общественных деятелей только за их политические убеждения, за их общественную деятельность. Стоит вспомнить, ну, самый первый, испакованный, собственно, задержанный и подвергнутый пыткам при этой власти. Это был я. Потом были следующие тошники, там тот же самый Тыцкий, тот же самый Стрижка Михаил. И я могу рассказать по поводу себя. То есть мне предлагали наша деятельность, организация «Белый молот». Мы занимались уничтожением наркокоррупции еще с 2012 года. И, собственно, у нас много видео и фото, и аудиодоказательств было, кто причастен из правоохранительных органов к решеванию наркобизнеса. И, собственно, по окончанию Майдана, тогда, когда министр внутренних дел, теперешний тогда еще был, исполняющим обязанности министра внутренних дел, он, собственно, инициировал встречи с различными майдановцами. И в том числе и была инициирована встреча с нами, где он потребовал от нас, чтобы мы выдали, собственно, все эти материалы, которые подтверждают наркокоррупцию и причастность к этому правоохранительных органов, ну и чтобы подписали показания против некоторых людей, которые принимали участие, собственно, в Майдане. А это политическая подоплека, целиком политическая. Когда мною было заявлено и моим заместителем, и моим со-координатором было заявлено то, что это противоречит нашим моральным нормам, нам сказали, что мы молодые и горячие, и, собственно, от такого предложения мы можем отказаться только один раз. Буквально через 11 дней, если я не ошибаюсь, это было уже 21 или 22 число апреля месяца, я был задержан по делу, которое было шито белыми нитками, судья впоследствии меня оправдал. Я был отпущен, потому что улик никаких абсолютно нет, их быть не может, никакой доказательной базы не было собрано. Собственно, я был задержан, я был подвергнут пыткам, меня задерживало спецподразделение «Сокол», мне вырывали зубы, меня катали в машине, то есть меня задержали и сбили, в полубессознательном состоянии запаковали в машину, обвинение не было предъявлено, в машине мне вырывали зубы, у меня с правой стороны сверху зубов нет, мне выкололи перепонку барабанную, вот, я не слышу, ну, я плохо слышу на левое ухо, тогда вообще не слышал. Мне прыгали на голове, дубинкой отбивали почки, когда они уже поняли, да, и в это время у меня мать пенсионер, онкобольная, сейчас она уже, к сожалению, покойная, а на тот момент живая, ее доводили просто до сердечного приступа, ее избивали в моем доме, у меня проводили обыск, искали эти флешки, которые подтверждают причастность, я иначе не могу сказать, кроме как мусоров, ну, милиция, она и полиция, она не может так действовать, это просто оборотни в погонах, в это время эти оборотни в погонах искали доказательства своей причастности, собственно, к наркокоррупции в Украине, вот, били у меня гипсокартон дома, дошло даже до абсурда, разбили чугунную ванную, ну, сонаром, локатором искали пустоты, просонировали, ну, под ванной, естественно, пусто, разлупили ванную чугунную, в поисках этих флешек. Понятное дело, некоторые материалы изъяли, некоторые еще остались, и, собственно, ну, потому что я их не держал дома, и, собственно, в это время, там, у моей матери, мою мать подвергали моральному давлению, пытали морально, собственно, меня подвергали физическому давлению, физически пытали, в машине катали, это продолжалось несколько часов, мне не было предъявлено обвинение в это время, никакое подозрение, ничего, абсолютно. Мне давали на подпись показания, все те же, которые Ваков предлагал, собственно, чтобы я подписал, я плохо помню, что там было написано, но, собственно, это показания против каких-то майдановцев, Там и фигурировал и правый сектор, и самообороны, и белый молот, много кто. Собственно, я отказывался от подписи. Понятное дело, что меня продолжали пытать, я терял сознание. Когда эти уже товарищи из спецподразделения «Сокол», они поняли, что я нахожусь при смерти, меня начали возить по больницам. Завозили в Октябрьскую больницу, завозили... Короче говоря, врачи отказывались меня принимать, потому что они хотели брать на себя ответственность за тело, которое может сейчас стать мертвым не по их вине, не по вине врачей. Собственно, в конце концов, меня завезли в БСМП, боли с ускорой медицинской помощи, там диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом основы черепа, вырванные зубы, отбитые почки. В общем, ситуация сейчас в Украине такая, что не только в СИЗО пытают. Так, не только в СИЗО пытают. Пытают и подвергают пыткам и моральному давлению людей за их политические убеждения в том числе. Это система, которая не перестала работать еще со времен Януковича. Они как вот такая эстафетная палочка, вот эти вот палачи, эти стервятники, они как эстафетная палочка перешли от предыдущей к власти, к новой власти, потому что они исполнители, они умеют хорошо исполнять свои обязанности по пыткам, по убийствам, по насилию моральному и физическому. Поэтому они очень полезны и теперешней власти, вот и их используют, собственно, как палачей, как правую руку по пыткам уже теперешней системы. Поэтому, скажите, секундочку, значит, поясню ситуацию зараз, что мы робимо, чтобы вы были в курсе, оглашаю себе тот самый. Дивите, первое, что сейчас намагаются установить ценамет за подписи. У нас милиция только что изъяла банку крови зверячую. Мы ее символично принесли, чтобы передать им. У нас милиция изъяла эту банку крови, зверячую. Символично потому, что там люська кровь выливается. Сейчас Олексій Ципко вам дещо расскажет. И мы зайдемо туда, всередину, пойдемо вси разом в приймальню громадскую. Для того, чтобы там уже... Добрый день, шановна громада. Сьогодні зібралися... Мер міста Сміла Черкаської області. Вітання вам зі Смілянщини. И сьогодні до судової влади, до прокуратури, до поліції нема ніякого довіря у людей. Тому, чуючи ці слова, ці боли, які люди пережили особисто, в мене є пропозиція. І ми якраз цією пропозицією зараз будемо заходити в прокуратуру і це відвоювати. Тому що ми будемо виконувати п'яту статтю Конституції. Ми будемо створювати наглядову раду з представників громади, які будуть контролювати цю владу. Фактично, тих менеджерів, яких ми наймаємо, тільки так, без крові, без бійки, ми зможемо навести лад. Якщо ми будемо поруч і ми будемо контролювати ті судові процеси, які проходять зараз в Вінниці по звірячому вбивстві двох молодих людей. І людину випускають по закону Савченко, судять його за носіння зброї і за вимагательство. А двох трупів на 24-річних хлопців наче не було. Тому, коли ми будемо не мовчати, коли ми будемо з вами вмішуватися в ці процеси і бути поруч, ми не будемо давати шансу. Коли ми будемо сидіти вдома біля телевізору і тільки лайкати, то і писати в фейсбуки, то від цього над нами просто будуть сміятись. Тому я пропоную і закликаю вас створювати, об'єднувати громадські організації і представників цих громадських організацій, щоб входили в Генеральну прокуратуру, в судову владу і судову гілку, поліцію. І таким чином ми зможемо контролювати і вліяти на ці процеси. От, собственно, що я хотів сказати з позиції громади. Так що, ну, не друзі, щоб, це саме, ідемте допомагати зустрічі. От дивіться, встать, я ж, скільки цих, переписка вся наша, відписки, це відписки від відписки. Варто, 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 варто. Варто, варто, варто. Варто, варто, варто. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите, вот у меня попал листочек, называется первый заместитель 25-й колонии Попов Вячеслав Николаевич. Так вот смотрите, что я хочу сказать, что сделала с ним система, то есть департамент, генеральная прокуратура, верховная рада, министерство юстиции. Когда в начале его карьеры, когда ему сказали, делай что хочешь, самое главное, чтобы в Киев сбегались бабки, а мы там разрулим. Так посмотрите теперь на сегодняшний день, как я с ним столкнулся и столкнулось тысячи, тысячи людей. Вы можете представить, вот этот человек, как вроде бы представитель закона, представитель потенциальной службы. Он, у него есть семья, у него есть дети. Он выходит с работы, как вроде бы нормальный человек, но он заигрался так. Вот этот барыш, начальник управы Харьковской, Лисицков, начальник департамента Украины. Они даже не знают, что этот человек приходит на работу. Вы можете представить, что им движет? Вот этот человек приходит на работу и каждый день под музыку Рамштайна, под музыку Нирвана, заводят помощники администрации, заводят к нему в кабинет, раздевают наголо, ложат человека, убивают, ложат его на пол, выламывают руки, ноги. Он сам лично, этот подполковник, берет дубинку и засовывает человеку в задний проход. Это дубинка в крови, это дубинка в дерьме. Человек орет не своим голосом, и он это делает каждый божий день. Тогда вопрос, это его работа такая? Это департамент ему сказал или он заигрался? Что он даже забыл, что это работа его. Он просто уже кайфует от этого. Руслана, вы. Я скажу вам, да нет, хочу донести до народа, я тоже бывший осужденный, сейчас занимаюсь, меня зовут Руслан, фамилия Еременко, занимаюсь правозвращительной деятельностью. Вот есть список, это Ольховский. У него карьера была начата на человеческих трупах. Ольховский Андрей Николаевич, действующий начальник колонии номер 43. Номер 43. Он долларовый миллионер. Это хирный. Я был у него в учреждении, отбыл наказание. По приговору именем Украины у меня был назначен определенный срок. Я приехал туда, мне было написано в приговоре, что я буду проходить свой срок пытки. На мне, у меня есть экспертиза, есть номер ЕРДР, зарегистрированный в Генеральной прокуратуре. По направлению Генеральной прокуратуры я сделал экспертизу, прошел. У меня куча-куча есть увечий. Есть экспертиза, есть уголовное дело, которое спускается с рук. Год, я каждую неделю звоню прокуратуры, приемные, областные. Мне говорят, вот дело идет, идет, куда идет, не знаю. Вот его зам, Попов. Вот просто слушайтесь, за 8 лет, 8 лет, человек с лейтенанта стал полковником. Полковником. Люди, которые отдают жизни свои в АТО, оберегая наши жизни, наших детей, матерей, они даже не могут землю получить. Землю не могут получить, которые воюют. За свои деньги покупают себе форму, брюнежилеты, медикаменты. Это, дай бог, здоровье волонтерам. А что они делают с участниками АТО, которые заезжают? Просто убивают. Просто убивают в хлам. Говорю, как есть. Я прошел всю эту каторгу. Голова разбита, руки порезаны, ноги поломаны. Есть экспертиза. Около пяти возбужденных волных дел в городе Харькове. Вот только на этих троих, не считая их заместителей. Это просто, я не знаю, я просто умоляю. Я прошу, вот люди стоят, которые со мной пришли. Я пришел сюда сам, приехал с Харькова. Я умоляю, услышьте нас, пожалуйста. Луценко, которое отбывало наказание. Он сидел лучше, конечно. Порошенко, Поруби, Гройсман. Обратите внимание на людей. Обратите внимание на людей, пожалуйста. Там долларовые миллионеры сидят с такими пузами. В какой системе страны 48 генералов, министерной системы? 48 генералов. Начались военные действия, не было бойцов АТО. Соберите эту шайку, отправьте их воевать. Пособирайте погоны у них. Заберите деньги, квартиры. У одного хозяина 15 машин, 20 квартир. Позабирайте, отдайте приюты. Хотя бы тепловиды. Просто, просто помочь людям. Они только могут похвастаться. Приехала Лутковская ко мне, находясь в изоляторе. Посмотрела на мою спину синюю. Вот так стало, я ее еще не знал. Я говорю, кто вы? Она, я уполноважен по праву человека Лутковская при президенте. Я ей показываю спину, ноги. Она говорит, вы упали со спального места. Я говорю, вы что, не понимаете, как можно упасть со спального места, что уши синие, побитые весь, как тельняшка была. У меня тело было как тельняшка, черно-белое. Вы упали со спального места. Я же и говорю, по закону спальное место пристегываются на день. С какого места спальное упал? Поулыбалась Виктор Георгиевич. Вот он, не может такое сделать. Вот они, два. Это его сыночек. Покажи, пожалуйста. Вот, посмотрите, пожалуйста, доношу до народа. Вот эти два изверга. Началась канитель, когда Коля освободился, Паша освободился. Его взяли. Этот ушел на пенсию, с генеральской пенсией. С генеральской пенсией. А этот стал первым замом. Потом Алексей Левилюш. А этот, короче, первый заместитель спрятали, в область спрятали. Как ездят. У них дети. Я вижу их в парках, они гуляют. Они с детьми гуляют, улыбаются. Дочки. У этого дочка, жена. У этого два сына. У этого два сына. У этого куча любовниц, там куча детей. Кого? Покажи, я говорю. Вот, вот он, вот. Это вообще, это изверг. Я просто, я смотрел фильмы, я смотрел много чего, читал. Ну, я не знаю, как такое. В 21 веке нас с руками встречает Европа. А здесь вот, пожалуйста, вот это нелюди. Я даже, у меня, вот я клянусь, я с ним был на очной вставке. Вот этот заходил конкретно, вот этот гражданин, Хирина Викторовича, подходил вот так, говорит. Я убитый лежал в углу. Убить его нахрен. Если его, вот этот гражданин, говорит, мне легче списать матрас, чем тяжелее списать. Матрас, чем тебя. Слово-слово, говорю. Отойди от стенки, дрянь. Ну, не дрянь, но с мамаком, говорит. Не пачкай мне обои. Они стоят больше, чем твоя жизнь. Что может стоить больше человеческой жизни? Я приступил к закону, я понес ответственность. Почему Петя, укравший килограмм картошки, получает 5 лет срока? Тут же, блядь, понаходили бриллианты, бриллианты, рубильные, блядь. Их просто-напросто, это все они, они. Показывают по 10 человек, по новостям, по всем. Принимают людей, этих не людей, то есть начальника СИЗО, начальника полиции. Доллары, ящики, их не арестуют. Стоит украсть мужику хлеб, которого не зашло, устроиться на работу. Услышьте людей, услышьте, пожалуйста, людей. Вы только можете обещать, обещать и обещать. Услышьте народ. Услышите народ, возьмитесь за этих генералов. Знаете, посмотрите, какие вот такие пузо, мерседесы, охраны. Блин, у меня нету просто слов. Алексей, можно? Пожалуйста, я не попрожал, что услышьте. Вот, еще раз покажу вам три, чтобы знали все. Всю эту банду, вот эта банда. Коррумпированная банда. Коррумпированная банда, вот. Пожалуйста. Папа, сыночек, ну они, я установил его. С лейтената полковника сделал. И вот тоже стоит. Просто, ну, вот это продать, вот эти, вот у них продать просто машины, я вам скажу честно, и отдать ей вахмадет. И все, кто стоят на очереди, дети, сделают операцию. Спасибо большое. Если они не ответят по совести и по закону, по закону. Я их здесь приклею, оставлю здесь. Им придется ответить не по закону, но по совести. Чтобы, вот, при всех, при телеканалах я показываю, я приклеиваю сюда генеральной прокуратуре Юрия Витальевича Луценко, чтобы он обратил внимание на то, что просят люди, правозащитники, люди, матеря, жены. Потому что это, я уже не знаю, куда идти, куда еще дальше обращаться, куда, куда можно обратиться. Спасибо большое. Доброго дня, шановная громада. Дозвольте представиться. Меня зовут Олексей Давидов. Мне 55 лет, киянин, батько двоих детей, правозахисник. Чому сьогодні пришли повноправные граждане Украины сюда? За кою метою? Вони пришли за законом. Вони пришли вимагати закон. И саме від того органу, який зобовязаний бути першим на сторожі закону. Вони прийшли з криком души. Вони дійсно пройшли через гестапо, по-справжньому гестапо-вські концтабори. И это было не когда-то, а это было сейчас, в наши часы. Может, у кого вы может возникнуть сумму. Ну, один, два, три, там, пять. Может, что-то, ну, десять. Между собой договорились, может, какая-то акция. Или что-то, или что-то, нет. На превеликий жаль. Відповідно до видання «Лівий берег», вам всім, шановні корреспонденти, відомо це видання, є стаття, яка датована 30 березня 2011 року. Має назву, на превеликий жаль, в форматі іноземномовному, тому перекладу нема, тому я буду говорити так, як це написано. Назва цієї статті. Генеральна прокуратура будет жестоко наказывать применение пыток. Вот дата. 30 марта 2011 года. В двух словах, об этом сказал генпрокурор Виктор Пшонко в ходе расширенного заседания коллеги Генеральной прокуратуры по вопросам состояния соблюдения законности при расследовании фактов применения правоохранительными органами пыток к гражданам, говорится в сообщении пресс-служби Генеральной прокуратуры Украины. То есть это происходило, пропрошую, це відбувалося ще 30 березня 2012 року. Тут це відбувалося. Добре, що було далі? Тобто цей факт наявності застосування, незаконного застосування, тортур та катувань, він фактично визнаний на рівні Генерального прокурора України ще у 2011 році. Далі, так само, того самого 2011 року, від 28 червня, так само видання «Лівий берег» публікує статтю під назвою «Каждые 40 минут в Украине питают человека. І в цій статті зазначено, що не тільки застосування жорстоких тортур, а і вбивств людей внаслідок застосування цих тортур. Це знову такі 2011 рік. Що відбувається далі? Видання журналу «Фокус» від… Дорогі громадяни, я закликаю всіх, якщо до нас не вийде представник, і ти туди до них самим. Самі туди підемо. Після вашого виступу туди підемо. Я підемо по туди до всіх. Якщо не вийде представник, а якщо не вийде… Листопад місяць того самого 2011 року, будь ласка, Єврокомісар, комісар Ради Європи по правам людини Томас Хаммерберг заявив, що чітко, дивіться, цитую, Єврокомісар заявив, що прокуратура, як в Україні, неприємліма в цивілізованому обществі. Це все в 2011 році. Сьогодні ми не календарі, маємо. 2017 рік. Добре. За ці шість років, що відбулося? А відбулося, будь ласка. Так само «Лівий берег» публікує вже з цього року, 19 червня 2017 року, в Совєті Європи обеспокоєні случаями питок в Україні. Ось роздруківка. Видання «Лівий берег» від 19 червня 2017 року. Сьогодні це відбувається, відбувається цього року. І це визнають вже безпосередньо європейські інституції, що за всі шість роки… Чекай, чекай, тільки що переговорили. Одну хвилину, переговорили. Буквально одну хвилину. Ми чекаємо декільного року. Скільки їм дати часу? Тому що ми ж не можемо дочекати до вечора. Ми можемо тут хочити. Світає Дмитра, декільного року. Буквально не збувається в Україні. Тому що ми не можемо зробити. Навіщо? Навіщо не зробити, або ми зробити, або ми зробити, або ми зробити. Ми зробити. Ми зробити. Ніше сливі! Дякую за суття. Ніше суття. Або ми зробити. І тоді з заступників сюди спускається, або ми сюди дамо. Тут начальник, або заступник. Все. Мы никого не пропускаем. О, так что, это Беркут понравился свою деятельность. А ну, вы делаете методами Беркута. Что вы пришли сюда? Кого бить? Бить людей с детьми? Бить увязанных, помещенных, яких там пытка поднял? Что вы делаете? А кто вы, кто вы? Вы не Беркут. В порядку публично. В порядке публично. Это люди пришли, и мы пришли как раз по тому, что нет порядка. Понимаете? А кто тут выращивает порядок? Вы, Балька, мабуть, и вы... Кто выращивает порядок? В Украине, что вы выращивает порядок? Кто выращивает порядок? Кто выращивает порядок? В 2014 году подалю не декори. Я так говорю, что это порядок? Скажи мне, кто выращивает порядок? Ну, я по-доперечу. Так что я могу сделать? А позади меня человек стоит. Не толкайтесь. Я не толкаюсь. Ты в бронежилете. Ты понимаешь? Я понимаю. Ты притиснешь дитину, я тебя порву тут. Зрозумел? Так что не фигать. Вибачьте меня на вас. Вы просто натиснули на меня, я вас отштовху. Все, все. Не ображайтесь, но не толкайтесь. Давайте, давайте, представники прокуратуры. Нехай они меня антитают в обстановку, будь ласка. И вы меня вибачите. Представники прокуратуры, будь ласка, позовите сюда. Вы же понимаете, что они поставили вас между нами, потому что вы не имеете жодного отношения. Это ж не то, что мы задумали. У вас люди. У каждого, у тебя, у вас. У нас сами в уху кричите. У вас, у всех есть розники. Как-то цепляла эта система. Пожалуйста. Мы же не пришли сюда. Вы попросили зама генерального. Человек пошел, сейчас работает с этим вопросом. Все люди. От сумы и тюрьмы никто не зарекается. Одну секундочку. Одну секундочку. Я хочу сказать два слова. Смотрите. Передайте, пожалуйста, генеральному прокурору, что насколько это серьезная ситуация, что потом будет поздно. Пока, пока. Мы идем на диалог. Потому что нас надо понять, что мы хотим. То есть мы хотим результата. Теперь смотрите. Если сейчас не выйдет к нам генеральный прокурор, я это заявляю. Вот тут генеральная прокуратура вся зальется кровью. Тут начнут умирать люди. Вы понимаете? Это не шутка. Если тут себе человек 20-30 сейчас перережут вены. И это будет на совести генерального прокурора. И это будет на совести президента Верховной Рады Петренко. Что мы просим разобраться, выслушать, принять нас на прием. И мы будем видеть сейчас на сегодняшний день, что это игнор. Нам придется доказывать своей жизнью и своей кровью. Чтобы вся Украина видела, что мы сюда пришли за справедливостью и за правдой. Если сейчас нас не слушают и не примут на прием, и мы не прийдем к чему-то, мы готовы здесь умирать. Пожалуйста, вас слышали? Я прошу всех снизить градус напруги. А сейчас керівництво прокуратуре генерального говорит о ситуации и о том, что эта дивная группа ваших представителей хочет с ними встретиться. Мы уже два года ждем. Мы уже два года ждем. Сколько сказали ждать? Мы подождем. Зачекайте 10 минут. Сейчас ровно. У меня будет четкая ответ, которую я вам смогу доверить. 12 часов дня. Пусть отменят обед, ужин, завтра. Два года. Мы приехали из Украины сюда, из всей Украины приехали. Услышьте нас. Пусть они заместители. Мы делаем. Если вы их не покрывали, если в Тортурове критились. Но больше, чем мы сможем, мы не сделаем. Мы вас услышали. Мы вас услышали. И вы нас услышали. Мы ждем 10 минут. Пошли на встречу. Давай не ждем. Мы будем что-то решать. Мы будем что-то решать. А зайдем за сутками, с журналистами, чтобы все было видно. А не журналистами въехали. Еще раз. Кому? Вот они скажут. Смотрите, мы будем обсуждать еще. Потому что я тут ходил, когда человек выкрали с этим замом. У меня тут, как будто я, что-то пришел его час забирать. Вот так я себя чувствовал. Что-то человек выкрали. Хай он сюда спускается. Або Столярчук, або кто-то из первых заступников. Кто-то из заступников сюда спускается. Або нас до Луценка. Мы не можем. Нас обманюють постійно. Вони берут каких-то офисных щурьев, каких-то их клерков, которые ничего не решают. Они только могут помогать головой. А что нам их с ними разговаривать? Сейчас нас смотрит вся Украина. И все люди, народ, они видят, что мы сюда пришли не по беспределу. Мы сюда пришли за справедливость и по закону и наказать виновных, кто нарушал закон. И если прольется кровь здесь, кровь может пролиться по всей Украине. И тогда придется генеральному прокурору и президенту умыться кровью людской. Украина утонет в крови. Вы понимаете или нет? Говорите им, что это не шутка. Сейчас людей будут выносить вперед ногами. На совести будет генерального прокурора и президента. Вся Украина загнется кровью. Давайте покоймете скрытием, не поделались я. Зовите, ставлю штука хотя-то для Луценко. Луценко зовите. Ты что, 15 лет, сколько надо еще? Сколько с этими заместителями можно говорить? Луценко пусть выходит. Сколько ждать? 2 года? Не страшно. От заместителя к заместителю оно уже годами тянется по цепочке. Пусть выходит тут генеральный прокурор. Расскажи еще про другие. Да не только в Харькове. Расскажи про все. Иди сюда, подойди. Давай, Паня, про 58. А что 58? Так, по сегодняшний день, как и 60 лет назад, практикуются те же методы. Антигуманные, НКВДшные методы. Ну, которые поощряются, получается, отсюда, с Киева, их руководством, департаментом, той же генеральной прокуратурой. Люди, сколько заявлений писал? Да. Сколько людей, ну, написало заявление? Больше всего по зонам по Украине написали заявление за то, что нарушают их права по уполномоченному по праву человека. Генеральную прокуратуру. По сегодняшний день нет никакого результата. Сегодня там содержатся в одиночных камерах люди годами. Они умирают. Хотя отменили уже. Одинокий человек должен сам сидеть в камере. А их сознательно там держат. Сырость, хлорка. И там люди задыхаются. Ноченькая. Они умирают. Они умирают. Тоже, 58. Последних годов. Сколько было попыток самоубийства? Сколько было голодово. Ничего абсолютно не меняется. Никто не обращает на это внимания. Приезжали представители из Генпрокуратуры. Обещали, уезжают. Становится еще хуже. Просто, ну, это просто какие-то, ну, я не знаю, ну, издевательства. Просто самое настоящее над людьми. Сознательно. Вот их портреты. Вот первый заместитель начальника колонии. Вот начальник колонии. Которые, я не знаю, как их назвать. Ну, они садисты, просто, ну, по-другому их не назовешь. Они просто, ну, получают удовольствие от того, что люди страдают, что они из них издевают. Они придумывают каждый день новую какую-то пытку. Моральную, физическую. Лишь бы только человека загнобить, сломать. Это, ну, это получается их система, ну, как бы, ну, они перевоспитывают. Они просто ломают. Наоборот, злочинців работают. Они психически, люди с психическими травмами выходят. Чем он будет заниматься, если его привезли за мясок карточки, посадили, и он смотрит на то, как людям в одну место вставляют. Ким он выйдет? Что он будет дальше делать? Алло. Три людини. Инициативная группа до Столярчука. Так, Столярчука, а он сюда не хочет спуститись? Мы с ним уже разговаривали. Как громады. Это три людини. Три людини. Это умовы. Три людини. Луценко вымагаете. Луценко, выговорите, официально ничего не робите. Крайфриды на громады. Это журналисты. Это убийца не называли. Сегодня он их покрывает. До всего футболу. Край Луценко прийдет, подивится людям. Кто прошел катувание с камерами? Пусть люди покажут это по Украине. Журналисты! Журналисты! Если он идет на контакт, три человека, десять, мы зайдем через область. Журналисты пусть зайдут. И пусть он скажет на камере, что он предложит сделать. Что зайдут за нервчение Олега и Коля? Что он скажет? Я думаю, есть еще. Есть стук, можно дать. Сколько отписок? Вот, вот, отписок. Вот, отписок. Сколько Столярчука и всяких этих самых. Мы найдем. Не идем туда. Мы идем в Луценко. Пусть не будем, они Луценко. Мы не рады. Я уже в воду не вожаю. Я не могу менять умовы, которые вы меняете. Мы не меняем. Мы не меняем. Это вы не же. Вы журналисты, да! Это матр и люди. Якие мне вы могли bewрто晚上? Три человека объявлять. Десять человек минимум и камеры. Десять человек минимум и камеры. Камеры по любому. Пусть охрана вложит, охрана вложит, и мы пообщаемся с ним, что это такое? Журналисты по-любому идут, секунду, 10 человек, именно организм, чьим не забыли, формат, стиль не хочет поменять, и кью-мовый, можно и кричить, что все стоит. Можно я скажу? Пожалуйста, у меня фамилия Еременко, просится 10 человек, я их сейчас назову сразу, 10 человек, и хотя бы 4-5 журноканалов, центральных, украинских, и все, все, мы молчим, через обзор. Мы пройдем через область, через область, пусть нас обыщут, и пусть сядет с нами за стол, чтобы, как же президент рассказывается, безвиз, собирая журналистов с перегаром, так пусть наберут нас людей, заместитель прокурора, и поговорить с нами, пожалуйста. Я в вашу умогу. Ну поход затверли здесь, залить кровью вам все, все. Я в вашу умоги хочу. 10 человек, 5-6 журналистов, 4-5 умогов. Я зроблю все, я жду, я жду, что на камере все было. 10 человек, вот, целый, швец. Я иду, я иду, а ты идешь. Паша, Вероника. Подходите сюда сразу. Вот, сюда, подходите сюда, 10 человек. Документы. Журналисты, кто, центральные телеканалы. Швец. Украина, бачу, кто, еще там. Где Паша? Паныч, Киев. Каналы, 5 каналов, Украина, Киев. Все, все центральные каналы, чтобы нанести до народу. Чтобы он, когда сидел, кушал дома и смотрел, что в стране творится, блядь. Тут же каналы должны по-любому, для чего. Для того, чтобы мы... Три человека. Условия выставлять нам. Подожди, подожди. Нам условия выставлять. Да я сейчас перережу горло, блядь. Теперь я отвратил хуй на эту систему. Мы полтора года с этим столярчиком разговаривали. И он нам пообещал, что все будет нормально. Он внес в реестр, уголовные дела возбудил. Сейчас прошло полтора года, все спустилось на тормозах. Что нам его слушать? Он должен объяснить ситуацию, объяснять людям ситуацию, не мне. Что мне объяснять? Я вижу, что рука руку ловит. Как мне доказать справедливость? Я возьму мойку, вот сейчас так сполохнусь, и будете меня вперед ногами выносить. И зальют кровью все. И Украина подхватит это все. И потом начнете, что думать? Президент и генеральный прокурор, что думать? А что думать? Люди умирают уже. А если будет показано права человека, которые соблюдаются сегодня? А он хочет нас, три человека. А что же говорить? Правозащитники, адвокаты. Есть правозащитники, все украинские. Есть каналы. Есть хотя бы, я же говорю, половина правозащитников, а половина, кто прошел тортуры. Если мы идем, пойдем на условия. И пять каналов. Пять. Пять журналистов. С камерами смазывают. Что-то хотел. Конечно, конечно. Как собрать с круглый стол за безвиз? Праздник сделаем. Праздник. А прохав людей выслушать. Безвиз. Безвиз. 7 гривен стоило. Безвиз 15 сейчас стоит. Что у меня тебе визы? Что у меня тебе визы? Что они мне дадут? Визы. Пойди в Крым забери. Да их забери. Луган забери. Хотя бы войну остановить. Да. Безвиз. Праздник кустру. Харьков. Я приехал на свой завод. С президентом каким-то. Словакия. Такую цинку струнул. И часы бьют. И сколько отчитываются. Как перед Новым годом. Сколько осталось на безвиз? Блядь. Ахмадед. Ахмадед. Дети лежат больные. Имя на операцию денят. А то у нас безвиз. И что тут безвиз? 3200 в месяц зарплата. 3 по сезону. Кто ездил без визы. Ездил за конец страны. Треба будет визы. Все. Нет, на вашем уважении. 5 канала. А кто уважает? 3, 2, 2. Украина. Три канала. Три канала. Центральные. И я чекаю. Канали нажмите, пожалуйста. Какие канали пройдут? От того, что больше людей зайдет. Результат же же он не звонит. На улице там есть кто? Фактически 5 людей, которые могут балахать, которые должны что-то знать. Не будем устраивать базар, чтобы 30 человек у нас зайдет, все будут кричать. Конструктивные люди, кто будет балахать. 5 людей максимум. 5 человек это другим. 2 журналистов. 5 человек это другим. 5. Ну ладно, мы ветерем в шонке какой-то кабинет. Что можно сказать? Мы не 10, я хочу 20. Мы идем размовляти. Не устраивать им. Короче, вы доначиваете, я... Так, где-то 5 человек. Вот 5 человек. Или 6 человек. 6 человек. 6 человек? А, девушка. Женя. 6 человек. 6 человек. 6-7 человек. Да, мы нашли. Лежим, Лежим. Конечно, я не знаю. Конечно, тут нету возможности. Я и живем так не беру. Надо еще пока. Команды ждем. Сейчас журналист шансов будет. Компинет, там какие-то... Даже не 10 человек, там меньше, 80 человек. Журналист отпускает вашу 8 месяцев. Айбаш. Паныч. 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 Да нет, забыли, это сам, за тебя уже. А что, не пошли вести? Прием, прием. Прием, на него отходи, садер, выйдите сюда, прокуратура. А зачем? Все люди, я говорю, что? 8 человек, получается. Ну, это до 3 месяцев. Громандская радость, это на 1. Да, идите, идите. Да вы не посадите. 5, ты не гадешь? 6. Не, а не, ну, 6. Не, 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 не. Стороння громадской радости, это номер 1. Сейчас я отвечу. Будет свернение бессмова, и мы будем стоять и наглядать над своим сыном. Без водопад. Я об этом... Я об этом... Не наглядово, а самое правильное, что ж громадская. 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 Слышен. Можешь спить? Есть, нет. Да. Слышен. Громадская. Громадская. Если человек украл телефон, ему через три месяца дали три года, и он поехал. Если человек украл ведро картошки, ему через три месяца дали восемь лет, и он поехал. Тут показано по телевизору больше, чем правда. Приезжает он помощник депутата, приезжает правозащитная организация, заходит на 25-ю колонию, заходит в один цех и находят тону адидасовских сумм. Подожди, не понял. Именно сделана сумка в зоне, один в один, как оригинал. Берет 20 тонн этих сумок, отправляет на Барабашова, продает за 20 миллионов, привозит сюда миллион и 19 миллионов себе. Подожди, подожди. Что еще надо? Когда по телевизору показали это все, чтобы возбудить на него головное дело, одеть на ручки и посидеть в тюрьму. Вот что еще надо? Человек украл телефон три года, украл витро картошки восемь лет. Тут массово зэки работают на... А это дасы и найки, вообще без понятия, что... Как сказали, я вам задаю вопрос. Что это такое? Кольчик, по тебе. Канали, смотрите. Конкретно. Людина пройшла через девять брам пекла. ГУЛАГ, справжні, катування, ГЕСТАПО. Він правильно сказав. Півтора року тому тут, завдяки тому, що все ж таки спромоглися, внесли відомості до единої реєстру досудового розслідування. Відкрили кримінальне провадження по заявах інших потерпілих. Сьогодні пройшло півтора року. І що? Ось він, він і інший знову тут. Чому? Тому що у цих кримінальних провадженнях, вибачте, будь ласка, за такий вираз, але інших слів вже не жалисяється. Ну ніхрінасенький не робиться. От жодної процесуальної дії, жодної слідчої дії. Чому так? А тому що? Ми тільки що з ним поговорили. Про стан досудового розслідування він нічого не знає і від нього все приховують. Так само я, як і від інших, і в тому числі від Руслана, і від інших потерпілих. А я, як правозахисник, який постійно 13 років вже кладе з боротьбою ось цим злочинним окрупуванням стійким під назвою, нібито Генеральна прокуратура України. А все зло в Україні, в кримінальній юстиції йде саме звідси. І в мене доказів 21 гігабайт. 21 гігабайт. Так ось цьому. Він сьогодні був у шочі, коли йому сказали, нічого робитися не буде. Тому що, напроти цих півтора року, він навіть не одержав пам'ятку про протисальні права обласки потерпілого. Він не одержав битяг житинного реєстру досудових розслідувань. І щоб він переконався у цьому, у кримінальних провадженнях і він, і інші потерпілі, такі як він, вони не визнані потерпілими. Незважаючи на те, що згідно частини 2 статті 55 Кримінального кодексу України, права і обов'язки потерпілого особи настають від моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Потерпілому вручається пам'ятка про протисальні права обласки потерпілого особою, яка внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто це імперативна норма. І вона автоматично отнесла відомості, і йому повинні були, якщо не вручити, одразу надіслати пам'ятку про протисальні права обласки потерпілого. І витяг з єдиного. Півтора року нічого це не є. Ні в його кримінальному провадженні не вірші. А чому? А тому що журналісти, які підуть разом з нами, ви в цьому переконаєтеся. Їх тримають за свідків. А свідок? Хто це свідок? Ні, це непотерпілий. Ні. Це особа якась, щось там бачила, щось там чула і, мабуть, щось може розповісти. Мабуть. Ну, не є вона потерпілий. Ні. І все. І ніяких правосвідка немає. І безумовно, коли от ми зараз будемо з'ясовувати, а я не сумніваюся, що і його провадження, і переважна більшість проваджень, і ті, які відкривалися півтора року тому, вони вже закриті. Ще в чоловік не причинили. Три други, Юрій Васильович, скільки? За десять чоловік. Що заходить на прийом. Без камерами? Ні. Тому що камери, через пресу. А до Юрія Васильовича теж. Він вважається... Ви будете без камерів? Ні, без жовелі. 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 Порядок, значить, беріть є. Ні, без жовелі. Ні, без жовелі. Чи от війні органи роблять, це, біби, каже, що ми на такі допомогли. Вони такий запит зробили, не зробили. Десять чоловік хай заходить. Питань нема. Домовилися на десять. Прошу десять. Добре, беремо відео з телефона і все-таки все знімаємо. Ні, стоп, рішіть. Не можна. Ну, як це вийшло? Ну, і встановлені порядок. Ми ж не будемо, як він не можна. Не можна, що що? Подожіть, але ви описніте, що це настільки серйозна ситуація. Значить, Юрій Васильович сказав. Він усіх вас вислукається. Все. Прокажемо вислукається. А не треба психолога. Тому треба висловити. Тому тут психолог. Ви маєте... Щоб нас висловили. Амбазири, до нас не знаєте. Ви можуть сказатися до нас. Я вам ще раз кажу. Десять чоловік. Гот, огодуйтеся за вас. Так сюди його висловайте. Пусть сюди спуститься. Пусть сюди спуститься. Пусть сюди спуститься. Пусть сюди дадуть об'яснення. Ми вілька роботи у нього були. Він должен дати об'яснення, почему все спуститься. Пошли. 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 Русик, йдете? Пошли. 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 Попорядку. Заворком все изменить. Зачекай, не зачекай. Давай, не пробуйся на счет. Проистор и provision cookie. Пози hết з' hi Zeke. Гра gesund для сфер-пулки. Пошли. Пошли спуститься. Нам там пригодится. Пожалуйста. Узвозь,'ve already져ся. Телефонов не опускается? Да, да. На, Эйфан. А я же не тут. Нет, ты что, не идешь? А что ты спала, не хочешь? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. Может, я тоже, что-то поставлю. Сейчас, сейчас посмотрим, что будет разом. Заходи, да? Да, там не понятно. Опа. Всё, попробуй. Раскопы как-то у вас. Смотри. Ага. Не смейте, пожалуйста. Товарищ, окон, окон у unveiled. Вот. Кобиль сsnciкеного. Складывай от KRAR Марины. Готов, наружу! Шнкеный. Спасибо. 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 Проходите. Иди, иди, иди. Кукляр или кукляр? Спасибо. Это важно. Тут. 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 Включи. Доброе. Еще им все выходит? А, нет. Еще одна людина забирается в документах ваших. Можно брать? Так, забирайте. Водичку надпийте, пожалуйста. Надпийте водичку. Надпийте, будь ласка, еще раз, бачу. Доброе. Тут справа. Можете ли спить? Так, слава. Доброе утро. Открывай, это пакет. Забирай, это ваша речь. Журналісти не допускают. Доброе утро. А, а у вас тут тоже какая-то акция проходить? А чому вы тут стоите? Да, потому что мы приходим до різных аэнціативных групп. А у нас тут есть и пинчанин, там есть люди, которые пришли поддерживать политзаключения. А у нас есть вопросы на Володимирску 15, там ваш організатор акции? А какая-то акция? А у нас есть и пинчанин? Да. А ну так, выбираю старшинку. А у нас есть люди, которые живут в Украине, они также есть гражданами Украины и они тоже хотят, чтобы их права не порушивались. Ну так, можно пить каву, попить? Я здесь кава. Так, что ж, пока инициативная группа еще не повернулася, сенсу вас тут тримать и смотреть на то, что ничего не происходит, нет. Поэтому мы прерываем эфир и пановим, как только выйдут представители из Генеральной прокуратуры, которая находится на улице Різницка 13. А также, если кто-то из активистов хочет подтянуться и послушать лично, приходите сюда на Різницку 13. До свидания. Ну что, ну нам… Сейчас все это самое, и ты все скажешь. Сейчас я два слова сразу, мои книги. Дивите, побывали у Столярчука у заступника Генерального прокурора, у которого мы уже бывали не раз. Домовились приряд вимог, завтра там з ним зустріч і так далі. И это и дальше следствие. Про ці вимоги и про те, для чего домову, сейчас Олег скажет. Зі своєї сторони, я скажу, як організатор акции, те, що… Інформую вас, те, що… Так, ми побывали у заступника Генерального прокурора, там обмінялися с ТОН и все, как всегда. Я, чесно кажу, не вірю на даний момент, те, що, якщо не будуть от так от ходити сюди постійно акціями, що щось воно зрушиться з місця, вони просто вміють і на ухо сказати і так далі. Тому я, наприклад, від себе можу сказати одне, якщо все слідство протягом двох місяців не дасть результатів, то синдикат тут уже повністю в цьому приміщенні буде жити. Ну, я маю на увазі, ми там розбуваємо намети. Що, якщо вимоги… Ну, якщо не те, що не зрушиться, а якщо не буде ніхто покараний за два місяці протягом двох місяців. Але від хлопців я чув, що вони сказали, що буде… І вони зараз вам саме опишуть. Я її хочу зупинити всьому, і тому я кажу так, що два місяці я буду всередині жити. А хлопці я не хочу, щоб вони це робили, тому що я не можу зупинити людей. Ну, не виходить. Я не маю контролю зараз над людьми. Я це всім кажу. Над цими людьми, над багатьма, я не маю контролю. Вони мені кажуть те, що це. Кажіть, будь ласка, а ти подивкаєш вимоги. Наші вимоги і до чого домовились? Ми хотіли би сказати про Генеральну прокуратуру, де у нас була зустріч, де у нас були опять ті слова, що ми слухали. Перед цим жодного слова не було нового. І ми розуміємо, що все залишиться на тому місці. Але два місяці ми дали той срок, коли дійсно буде факт суїциду тут. Чому ми не зробили це сьогодні? Тому що ми боїмося, щоб це не пішла волна по місцям позбавлення волі. Ми розуміємо, що це дуже багато може бути життів. Це спровокує і зупиняємо засуджених, щоб цього ніякої не трапилося. Тому що ситуація дуже різко зміниться в худшу сторону. Але ми робимо запит до Продіджі, Рамштайн, чи давали вони дозвіл на використання їхніх пісень при катуванні людей в Харківській колодні. Тому що під їхній музикі конкретно катували тисячі людей. І Генеральна прокуратура цього розслідувати не може. Тому ми звертаємося до них за допомогою за їхніми адвокатами. І якщо ми зможемо доказати Продіджі, що дійсно катували людей під їхню музику, то тоді виникає питання, неліцензіонне використання їхньої музики дає підстави нам звернутися до них. Але не по факту катувань десятки тисяч людей. Ви прислухайтесь, про що йде мова. Я приїхав недавно, був як журналіст в АТО. Дуже багато спілкувався з офіцерами, дуже достойними людьми. І ті факти катувань, які вони прочитали в книжці, їх просто-напросто вразили, що ми цих людей захищаємо тут. Ви розумієте, про що йде мова? Ми тут життя кладемо за тих людей, які від нашого ім'я, від ім'я України катують, в задній прахі засовують дубинки. Так що на цей час, я вам кажу, два місяці – це той випадок, коли крайня вже... Я хочу ще допомнить, що це не вчерашня проблема, ви розумієте? Ось цим генеральним прокурорам, президентам, їм вери немає. Ні одному слову ми їм не веримо. Тому що це проблема 15-летній давності. Коли ще Луценко був міністром юстиції, він вже знав, що твориться в Харкові. Коли Порошенко був ще просто депутатом чи бизнесменом, він теж знав, що відбувається в Харкові. І всі депутати, які зараз були ще там де-то в начале своєї кар'єри, вони теж знали, що відбувається в Харкові. Тому вони всі об цьому знають. Тому, щоб вся Україна знала, що їм вери немає. Ми поговорили, дали два місяці. Через два місяці, якщо вони не почнут наказувати, як наказували нас, ми будемо прибігати такому методу. Нам остається безвихідне положення. Як би не хотілося, потім вже генеральний прокурор і президент, вони умоються в крові. Потім вже буде поздно спасати людей. Тому що вони довели людей до такого методу. Як ще доказати свою правду? Як ще відстояти свою правоту? Якщо ми їм вже довели все, то ви не прави. Вони, він на мене дивляться, а я не знав. Як ти не знав? Це не вчора відбувалося. Це 15 років тому відбувалося. І кожен день відбувається. Так, Олекс Филе, скажіть, будь ласка, до чого ми домовилися заразі з генпокурором? І Олексій може допомогти? Заступникам. І ви допоможете? Заступникам. Значить, ми озвучили, які проблеми? То, що, во-первых, першим делом, безопасність заключенних, ті, які дають в містах лишення свободи показання, вони не то, що там не опрошені, вони брошені там на произвол судьби, і їх там щас пресують. Якби цей вопрос подняли. Потім подняли вопрос об'єдинити, не сужати конкретно по якому-то одному провадженню расследовання. Расследований фактов дуже багато. Якщо не касається, к примеру, тех же харківських колоній, так вони должны, об'язані бути об'єдинені все в одно. Об'язані просто бути об'єдинені в одно. Значить, Столярчук сказав, при нас назначив там на радусь сейчас себе, вызвал там всіх прокурорів, і якби буде создана следственна група по расследованию. Решатся вопрос. Решатся вопрос. О созданні групи. Сказал він, можливо, решиться вопрос прямо сьогодні. То, що цей вопрос решиться однозначно. Як він сказав, так і говорили. Решатся. Решатся вопрос решиться. Возможно, даже сьогодні, прямо ближе до вечора, вже буде приказ о созданні следственній групи. І буде розмотрен варіант, щоб все об'єдніли в цю групу, все катування не тільки по... ...пенитенціарній системі. По всій пенитенціарній системі. Справжний стан по справі він зазначив надати з завтрашнього дня вранку за телефоном. Ми наполягали, щоб була створена слідча група у складі не менше десяти слідчих і група прокурорів у складі не менше п'яти процесуальних прокурорів. Так, ми ще, значить, об'єдність. Так, ми требуємо, щоб в цю групу слідчих були введені кілька представників різних громадських конкурів. Тобто не було волокіт і не було двомісячних, трьомісячних прогулів і тасовки прокурорів. З іншої сторони було предложено, скажімо, що нам відкриті двери війти в громадську раду. Тобто ми це право по-любому використовуємо. На загальних засадах. Тобто ми від своїх організацій будемо в громадську раду при Генеральній прокуратурі вводити людей, щоб, як сказати, контролювати всю ситуацію. Далі також, що Алексію була озвучена, скажімо так, вимога, щоб ті ж слідчі, у котрій зараз створюється група, раз в місяць отчитывались о спроділанній роботі. І щоб ми теж могли бути в курсі об цих відчетах. Тобто знати стан справ. Усі потерпіли. Які зазнали катувань, знущань, тортур, щодо яких відкрите кримінальні провадження. Усі потерпіли. Будь ласка. До голови об'єднання синдикат тому, що було домовлено, щоб не було оце базару. Конкретно. Голова об'єднання синдикат пан Олег має прямий контакт з заступником генерального прокурора Столярчуком. Така домовленість є, який сказав, будь ласка, ось контактна особа, з якою я буду контактувати напряму майже 24 години. Будь ласка. Я працюю 24 години. Будь ласка, шановні потерпіли, по всіх ваших питаннях маєте контакт з головою об'єднаний синдикат паном Євгеном. Ми зі свого боку усіляку будемо йому допомагати і сприяти, щоб ця ваша інформація, яка буде надходити, вона була відформатовано у належний процесуальний вид, який вже можна подавати сюди до Генеральної прокуратури України, безпосередньо залучати до цих матеріалів вже об'єднаного кримінального провадження. Так? Далі з вами, як з потерпілими, вже мають відбуватися слідчі дії, необхідні. Це і допит слідчого. Ви маєте право, як потерпілі, наводити усі докази, усі факти, які вам відомі, і порада вам обов'язково це робити. Крім того, будь ласка, тримайте контакт з паном Олегом. Усі, хто не мають можливості приїздити в Київ на слідчі дії до слідчих, відповідно до Кримінального Кодексу України маєте право подати клопотання до слідчого. Це все теж через синдикат. Будемо робити організовано, щоб слідчі дії за дорученням слідчого були проведені у вас вдома за місцем вашого проживання. Наприклад, Генеральна прокуратура України за клопотанням потерпілого надає доручення до вашої місцевої прокуратури і вас викликають вже до вашої місцевої прокуратури за місцем проживання. Уповноважений прокурор проводить з вами слідчу дію, тобто опитує вас, складає протокол і за вашим бажанням ця слідча дія може відбуватися з відеозаписом. І цей відеозапис ви маєте право одержати одразу, негайно, після закінчення слідчої дії. Це ваші невід'ємні права потерпілих. Про подальший рух справ, про подальший рух кримінальних проваджень будь ласка, будь ласка, до пана Євгена. Завтра зустріч у мене зі столі для Речоком і там... Він буде усіх потерпілих тримати в курсі що і як відбувається по цих кримінальних провадженнях. От така домовленість у нас сьогодні була. З такою домовленістю ми вийшли. Ще одне питання, перепрошую. І от ми її принесли до вас, щоб ви це все почули і все знали. Завтра вони пообіцяли звітуватися Євгену про стан справ на даний час. Назвати всіх, хто покривав прокурорів. Хто що виконував, хто що не виконував. Спускав одно все, що було. За два роки по Харкову, я лично, конкретно мною, целий Олег, глава організації Альянсу Української єдності, глава Чепельянський синдікат знає і це докладує. Куча уголовних дел, кримінальних проваджень. По 43-й, по сотій колонії, по 25-й. Куча. Ми розширили. Діло в тому, не тільки Харків. Харків, зрозуміло, що він вперед і планети всіх, але ми знаємо, що везде, в усіх регіонах є страшні нарушення, не тільки к заключеним, катошникам, ну взагалі, ко всім людям. Це неприємливі моменти. Ось ця слідська група має бути розслідувати всі факти Катувань. У тому числі факти незаконного збагачення, розкрадання держави за рахунок існування підпільних підприємств. Так, звісно. На яких відбувається рабські застосування рабської праці засуджених. А виходить так. Там, к примеру, нашли контрафакт там Лаврушечку вони там тасують отдельно. Це отдельний ЕРДР. Там где-то там делают контрафакт сумочень. Отдельний ЕРДР. Катування там, це отдельно. Гвалтування, отдельний ЕРДР. І по кожному епизоду, типа, получается, ну там, скачуха. А якщо це об'єднити, це страшне приступлення. Зачем вони роздраблюють це все? Щоб уйти відповідність. Щоб правильно, щоб було легше. Ми зараз настояли на тому, щоб це все эти факты були. Ми самі собрали, ми не стоїмо на зарплатах, як вони получають тысячи гривень. Десятки тысяч гривень. Туфлях ходять, які стоять, можна місяць жити не роботи. Ми самі це собираємо. Сами хтось роботи, все сами робимо. Собираємо, розжевуємо, днем їм в рот. Вони гладають, і в карман себе плюють. Опять собираємо. І так, це як білка в колесі. Вон сидит, секунду, подождіть, пожалуй. Я зрозумію, я зрозумію, я зрозумію. Ось цей японец, і подожди. Вони вже дістали. І ви питаєте громадянина, що ми к нему не ходили. Кому ходити? Скажіть, я буду ходити, я буду звонити сутками. Сутками. Ось цей круговорот біспонтовий. По 30 тисяч налагоплатиців на зарплату на кашу. Завтра зустріч називають признача. Завтра зустріч називають признача. Ще шоку. Вони нам, звісно, можна сказати, можна, в очередному нам раз рассказали сказочку, щоб страсти улегли, якоби опять продолжити видімость роботи. Але якщо це буде окажеться именно так в очередной раз, то ми дійсно готові к радикальному действію. Можна слова? Я предлагаю в следующий раз, коли ви будете у них в следующий раз. Предлагаю вам, це на ваше усмотрення, але предлагаю вам сказати їм так. Ребята, якщо ви не хочете по закону і совість, по закону і совість, то ви, рано или поздно, ви і ваша родня, ви получите по совісті, но не по закону? Головити вже більше ніхто не буде. Понимаєте, по совісті, но не по закону. Про досудове розслідування на період та час вивезення засуджених на Лук'янівський сезон. Він підтримує. Він підтримує. Мы будем с ними обсуждать еще раз, но как оно там будет идти, нужно иметь иллюзию. Про которых идёт мова, их отсторонен, они до сих пор на посадах, они снова, их там отсторонено на пару дней и все. Ну, как нам сьогодні говорили, сюда мы уже не будем идти, мы усі с ними, мы усі с ними тепер будем встречаться, соответственно к вимогу закону в Печерском районном суде города Киева, вот там, где мы будем встречаться, в зале судового заседания аргументов. Законные аргументы, если закончились, если их нет, то нужно действовать по совести, но не по закону. По совести, но не по закону. Акцию мы заканчиваем, но прошу никого не рассматриваться. Раз мы здесь, у нас мы составляем список скоржників, это в случае того, что для подания на бездіяльность прокуратуры, если не нас продинамит, у нас уже будет готовый список скоржників подать в Печерский районный суд на бездіяльность, в очередной раз на бездіяльность прокуратуры. Я прошу сейчас всех, короче, все, кто понимает, о чем речь, ну, пока вот здесь люди, чтобы этот список у нас уже был готов, кто у нас уже тут есть, он начат, и сейчас мы его продлим, кто здесь поддерживает все это наше... И чтобы так, были контакты, с этими потерпевыми поддерживать контакт, будь-якое питание, будь-яка думка, чтобы были засады коммуникации. Давайте пока уже продвинем список на счет. Будь ласка. Забираем списки, завтра зустріч заступником генпрокурора. Не расходитесь, прошу. Потом мы еще сейчас это...